Доброе утро! Итак, рядом со мной находится человек, о котором знают в городе, наверное, многие. Вот он, он такой позитивный, веселый человек. Но мало кто знает, что этот человек делает добро каждый день. Давайте знакомиться. Знакомьтесь, пожалуйста, со мной рядом находится Антон Васильев. Антон Васильев является основателем благотворительного фонда «Черон Добра» – фонд социальной помощи граждан и сохранения окружающей среды. Привет, Антон! Добрый день! Мы с Антоном уже побеседовали, очень интересно с ним разговаривать. Давай же расскажем, что же такое фонд «Черон Добра» и вообще, как давно он появился? «Черон Добра» – фонд социальной помощи граждан и сохранения окружающей среды. Создан был полтора года назад, да, уже полтора года назад прошло. У нас в коллективе сейчас около пяти человек, самые активные люди, кто работает. Мы сейчас планируем запустить второй проект по республике Схай-Якутия. В конце мая месяца у меня стартует проект «Валдан». Всю помощь, собранную в городе Якутске, оказываем Алдану. То есть вот она эстафета «Черон Добра». У нас есть, по-моему, некие кадры, чтобы телезрители наши могли убедиться, что же это такое. То есть эта эстафета переходит из Улуса в Улус, правильно? То есть каждый Улус помогает не своему Улусу, а передает помощь следующим, правильно? То есть это вот такая эстафета, ну, правда, добра, верно? И ты являлся инициатором этого. Как тебе пришла идея вообще о создании этого? Так, этот проект у нас родился, знаете, когда я давно-давно еще помогал, издалека автобусы отправил, когда работал там у себя в городе, в Удачном. Мы оказывали помощь санитарам, коррекционной школе, Тайбахове, Чернышевску. Отвозили автобусом продукты питания. А вот он в 2014 году, Айсанин Сергеевич, пригласил сюда Союз Добровольства России. Так эти люди открыли мне глаза, сказали, сколько много можно сделать добрый дел. И с тех пор у меня родился проект Черны Добра. Ну, расскажи, пожалуйста, вообще, ты родился, вот прям родился и сразу стал делать добрые дела? Или все-таки к тебе это пришло с возрастом? Или какой-то жизненный момент тебя сподвиг на то, что ты должен помогать окружающим? Родился я не один, родился я троняшкой. Она из брат-близнеца и девочка-невеличка. Мы в один день все родились. И сам из многодетной семьи. Ты даже рассказываешь это как-то по-доброму, да? Брат-близнец, но девочка-невеличка. Даже в этом и вся твоя доброта. То есть ты родился в многодетной семье? Да, в многодетной семье вырос. У меня три старших и три младших. Я был золотая середина, получал за старших и за младших получал всегда ее. А в какой момент ты вдруг стал вот именно добрым? А добрым я стал, когда начал осознавать уже этот мир. Я уже как от матери, мне пошла любовь к природе, земле. А от отца мне любовь к людям пошла. То есть тебя воспитали правильно, да? То есть тебе это было с детства, да, заложено? Любовь к природе и к окружающим? Да. Ну и тогда все, наверное, знают о том, что одно из твоих главных дел, который ты делаешь практически каждый день, ты убираешь территорию нашего города. То есть ты это делаешь совершенно бескорыстно. Ты одеваешь перчатки, одеваешь маску и идешь убирать различные места нашего города. Расскажи об этом. Бороться с мусором началось с 2011 года. Тогда, чтобы память Микетова состоит еще. С того места начал бороться мусором. За шесть лет собрал 4200 мешков мусора. Это от картошки, от муки такие мешки собрал. 4200 мешков мусора. 200 мешков мусора. Только один человек вынес, очистил наш город, да? Антон, а вот почему ты все это делаешь, как бы в большем случае один? Вот неужели у тебя пока еще не нашлось вот таких вот единомышленников, которые с тобой бы собирали этот мусор? Или просто все-таки это такая акция, которая, ну, не каждый поддерживает, да, наверное? Ну, да. Мусор убирать, потому что я могу это убрать. Мусора немного. Когда много мусора, я кидаю клич. Нужна помощь, собираемся, едем туда. Вот в прошлом году мы ездили на сопку любви, любви, собрали один КАМАЗ там. Очень хорошо. У нас было 20 человек. Это был коллектив Черного Добра фонда. Вместе все поехали, вместе все убрали этот мусор, КАМАЗ. Антон, ну, восхищаться тобой можно безгранично. Я знаю, что к 9 мая ты даже вот взялся за очистку именно памятников. Ведь они у нас тоже все-таки находятся в таком достаточно... Некоторые памятники у нас просто заброшены и забыты. И ты взял инициативу свои в руки и стал убирать именно памятники. Начал убирать памятники. Это маленькая доля того, что я, как мы можем, отблагодарить ветеранов за победу. Маленькая доля какая-то. Вот я начал очищать мусор, памятники, скверны. Также я мою полуцерк. И хочу сделать такое, поехать по всем районной республике и вымыть полуцерк. То есть ты верующий человек? Я православный язычник. Ты православный верующий, да? То есть у тебя почему-то идея поехать по улусам не с акцией благотворительной помощи, а именно вымыть полы. То есть ты от этого получаешь именно какое-то умиротворение или что? Вот для чего ты это делаешь? Основная твоя цель. Потому что я могу это делать. Я никогда не задавал себе вопрос, почему я это делаю. Я могу это делать, я это делаю. А помимо помощи ветеранам, ты также очень активно занимаешься пропагандой именно добра среди детских, школьников и студентов. Выступаю у них в школе, провожу урок добра. Мы узнаем, что такое добро в их понимании. Какие добрые дела они сделали. И вместе начинаем делать проект, добрые дела, посвященные возрасту школы. Очень интересно. Я вот буквально вчера немножечко посмотрела соцсети, и у тебя идет определенный подсчет добрых дел. На сегодняшний день, озвучь, пожалуйста, количество добрых дел, которые ты уже совершил. На сегодняшний день сделали уже... Я не один делал. Делают много людей, подключаются. На сегодняшний день сделали 2000 добрых дел. 2000 добрых дел? Более 2000, да. Более 2000 дел. У тебя есть еще своеобразный такой подсчет этих дел. То есть идет 384 и идут буквы. Что это значит? Возможно, многие не знают об этом, но видят в инстаграме. Доброе дело номер 384 АБВ. Что это такое? Я взял для отчета, потому что 385 дело будет сделано только в День города. И чтобы не просто сидеть без дела, я взял алфавит и народов. Это просто номинерация добрых дел идет. То есть для начала ты не думал, что добрые дела зайдут за цифру 385, и ты хотел его приурочить к этому празднику. Но в связи с тем, что добрых дел ты совершаешь куда больше, пришлось ей добавить буквы. Алфавит. Все верно. Алфавит и народ. А теперь? В прошлом году был проект 384 добрых дел. Многие люди знают меня о проекте 385 добрых дел. А в прошлом году был проект 384 добрых дел. Сделали более 700 добрых дел. Ну вот, как я уже говорила в начале эфира, о таких людях, как ты, обычно молчат. И ты, я знаю, достаточно скромный парень, ты обычно не говоришь о своих достижениях. Но я знаю, что ты получил премию в прошлом году, и тебя признали все-таки. И мне кажется, это все равно такая достаточно крупная оценка, да, твоей работы. Тебе, наверное, было приятно. Вот какую номинацию ты получил? Я Человек года. Номинация была частная фирма проводила, компания Человек года. Ты стал Человеком года? Человеком года. Подарок не важен был, главное то, что признание меня. Признание. Да, меня признали, очень хорошо было. А скажи, вот у меня такой вопрос для телезрителей. И вот откуда, в каком районе рождаются вот такие самородки? Самородки рождаются везде. Везде? Везде. От севера до юга. Ну а наш Антон родом? Сам родом. Я из города Удачного, под полярным кругом стоит город такой, город Удачный, Алмазный город. И оттуда там я и вырос. Там и вырос, там и учился. А кто ты по образованию? По образованию я горный инженер. Ну, так получилось, что по состоянию взрыва я не могу работать там. Одиннадцать лет назад я перенес клиническую смерть, это около 30 дней лежал в коме, и 5 аберраций на головной мозг. Черепленный нератной, пластиковый. А на волосы я срегусь каждый год летом, потому что я работаю с мусором и всегда срегусь на волосы. А зимой я отращиваю волосы. Зимой ты отращиваешь волосы. Ну, то есть, возможно, вот эта травма, которая случилась с тобой, сподвигла тебя также, да, наверное, еще на то, что ты должен помогать другим. Да, вот эта травма меня открыла полностью, кто я есть, кем я должен был быть. А ты помнишь свое самое первое доброе дело, которое ты совершил? Самое первое? Мое самое первое доброе дело было такое. Я купил 100 мягких игрушек в детский дом Максоголох и отвез туда. 100 мягких игрушек ты отвез? Сколько тогда тебе было лет? Не знаю, было. И вообще молодой был. Это было лет 8 назад, 27 лет было. А есть ли у тебя какая-то мечта, вот мечта Антона? Человека, который, в принципе, уже сделал, наверное, ну, многое в нашем городе, тебя знают, тебя любят, тебя уважают, тебя уже признали люди многие. Вот какая мечта у Антона? Мечта у меня такая. Печь блины была, чтобы жена любила любимая и дети. И детям печь блины. То есть, это твоя мечта? Это моя мечта. Совершенно такая земная мечта обыкновенного человека. А считаешь ли ты себя героем? Я себя героем не считаю. Так получилось, что я стал героем, но я себя героем не считаю. И никогда не считал? И никогда не считал. Хорошо. А что бы ты мог сказать вот нашим телезрителям, которые, ну, допустим, еще пока не настолько добрые и не делают, не несут добро в людей? А вот, смотрите, добро нести не надо. Может быть, кто-нибудь хорошо танцует, кто-то хорошо поет. Развивайте свои таланты, будьте тем, кто вы есть, по сути. Все. Рано или поздно у вас ваш проект нужен будет, и вселенная вас отблагодарит. То есть, а скажи, пожалуйста, как можно присоединиться к тебе? Или все-таки ты не хочешь, чтобы с тобой рядом было толпы людей, ты привык работать один? Ну, ко мне можно присоединиться. Я номер телефона Мегафон 8671327. Либо написать в социальных сетях. Я есть ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме. Везде веду блог свой. Блог добрых дел. Люди пишут. Оно по мелочи, мусор. Я мелкий мусор убираю сам один. А когда крупный мусор, тогда зову клич. Кидаю клич. То есть, к тебе можно присоединиться через соцсети. И тогда таких добрых людей, как Антон, станет в два, может быть, в три раза больше, да? Да. Еще такое хотел сказать. Сейчас очень много людей. Уже как полтора года мне переводят деньги на счет. На мои реквизиты переводят деньги. Им выражаю большое-большое спасибо. Они супер настоящие. Супер настоящие люди. Огромное вам спасибо. Те люди, которые поддерживают нашего Антона. Ну а сейчас нам необходимо идти на небольшую, короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, ведь сегодня мы говорим с вами о добрых делах. И я надеюсь, этот эфир станет для вас примером, и вы обязательно совершите свое доброе дело. Буквально, может быть, сегодня, может быть, завтра. Вот Антон у нас позитивно машет всем. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш летний эфир, и сегодня мы говорим с вами о добрых делах. И в начале нашей программы мы поговорили с вами с одним из самых известных и популярных добрых людей нашего города. Это был Антон Васильев. Ну а сейчас рядом со мной находится Зверева Туяра Витальевна, которая является руководителем общественной организации «Город добра». Здравствуйте. Здравствуйте. Туяра, расскажите, что же за общественная организация «Город добра» и как давно вы появились в нашем городе? Общественная организация «Город добра» работает с 2014 года. Это организация, которая объединяет всех жителей и гостей нашей столицы. И мы работаем по направлениям, это такие как социальный блок, гражданско-патриотический блок, блок обучения, блок спасателей и блок добрых дел. Там у нас все акции, которые... То есть ваша общественная организация работает по определенным направлениям? Да. То есть ваши добрые дела разделены на несколько блоков? Да. И один из самых популярных и таких востребованных добрых дел – это идет социальный блок, насколько я знаю. Что входит в это направление? Какие работы? В социальный блок у нас входит обучение компьютерным курсам для пенсионеров. Сейчас у нас стартовало это с апреля 2016 года. За год мы обучили уже более 120 пенсионеров и сейчас они у нас продолжаются. Обучение проходит в нашем молодежном центре ТЭКИМ, который находится по улице Хабарова, 27 дробь 1. Там может подойти любой желающий и записаться на курсы, но, к сожалению, сейчас у нас уже запись забита до июля. То есть люди пенсионного возраста желают обучиться компьютерной грамоте? Да, мы уже в апреле, уже набрали за апрель, май и июнь. Вот сейчас мы записываем на июль, но, к сожалению, там уже места осталось мало. Также у нас есть благотворительная акция, это «Елка Добрам». Тоже у нас 2015 года. Елка у нас стоит в ЦУМе. Суть акции, что дети из коррекционных школ или дети из детского дома «Берегиня» пишут свои желания, какие бы подарки они хотели бы получить. Мы вешаем это на елочку, любой желающий может подойти. В торговом центре ЦУМ есть такая елочка, да? Да, в магазине «Антошка». Любой желающий может подойти, взять открыточку, посмотреть, что хочет ребенок, купить этот подарок и сложить коробочку, которая будет стоять под елкой. Вот. В прошлом году мы собрали 464 подарка, в этом году мы раздали 540. 540. То есть, в принципе-то, доброе дело сделать не так уж сложно. Можно просто прийти, взять желание маленького ребенка, да, который остался без попечения родителей, да, и выполнить его маленькое желание. И мне кажется, не обязательно об этом афишировать, да? Ведь это совершенно несложно. И вот ваша организация, она вот выполняет вот эту добрую роль, да? Вы просто немножечко направляете людей на такие добрые действия, да? Да, конечно же, у нас там стояли наши активисты в сказочных костюмах. Там у нас были Дед Мороз, Снегурочки, Зайчики, Лисички, которые рассказывали, в чем суть акции. И помогали подобрать подарок. Я знаю, что в вашей общественной организации задействована очень много молодежи. И активное участие принимают также вот в добрых делах именно молодежь, а также и учащиеся в школьных учреждениях. Да, у нас есть школьники, у нас есть студенты СУЗов и ВУЗов. Также к нам приходят просто, как уже взрослые люди, можно так сказать, которые хотят помочь. Также к нам обращаются организации, чтобы участвовать в наших акциях. То есть у вас есть люди, которые вам помогают? Да, у нас есть люди. Если у кого есть желание помогать, то можете обратиться к нам, в общественную организацию «Город добра». У нас есть страница ВКонтакте, в Инстаграме. А как вы считаете, сейчас вот, ну, конечно, может быть неправильно сказать, но быть добрым сейчас модно. Но как-то вот сейчас стало это очень популярно, оказывать вот именно какую-то помощь, да? Но многие стесняются, возможно, да? Многие боятся, может, чего-то, боятся огласки, да? Вот что вы посоветуете таким людям? Вот что нужно для того, чтобы стартануть? Нет, стесняться здесь ни в коем случае не надо. Надо, если есть желание, то можно начать с самого маленького поступка. Там, допустим, накормить даже бездомную собачку, там, нельзя тебе приютить к себе. То, что вот, как раз, наверное, это я с детства все время собирала всех животных для себя домой. То, что у меня было очень много кошек, собачьих. Вот, но это вернется вам бумерангом обратно. И, конечно же, это как бы на душе тепло, хорошо, когда делаешь такие поступки. А какими качествами должен обладать добрый человек? Ну, общительный, отзывчивый, с доброй душой, конечно же. Я знаю, что у вас очень такой насыщенный график именно по мероприятиям. И ближайшие мероприятия какие у вас будут? Возможно, наши телезрители захотят принять активное участие. Ближайшие мероприятия у нас 30 мая. Мы проводим благотворительный концерт в 5 часов. Это в торговых кедах Кружало по сбору свежестного лечения Таяны Захаровой. Девочка сейчас находится в Корее. К сожалению, в марте поставили диагноз гипофиз головного мозга. Денег, к сожалению, не хватает на дальнейшее лечение. Еще раз, когда будет благотворительный концерт? 30 мая в торговых рядах Кружало в 5 часов. Ну, я думаю, может быть, кто-то из наших телезрителей услышит эту информацию. Посетите обязательно этот благотворительный концерт и внесите свою ноту добра в помощь молодой девушке. Итак, ну а в нашей студии есть еще один человек, который также может не просто похвастаться своими добрыми делами. Итак, давайте знакомиться. Со мной рядом находится Варвара Семенова. Она является волонтером общественной организации «СОС Дети Якутии». И сейчас мы поговорим с вами о таком направлении добра, как именно дети. Ведь мне кажется, даже добро и дети – это слова-синонимы. И вот чем занимается ваша организация? Мы проводим акции, аукционы в соцсетях. Собираем деньги на лечение детей. У нас, в общем, собираем именно детям, которые Минздрав не оплачивает выезды, например, за границу, детям на реабилитацию с ДЦП. Мы именно им собираем. То есть вы собираете деньги на помощь именно детям, которые больны, либо на реабилитацию этих детей. Я знаю, у вас очень интересная система. Вы не просто собираете денежные средства, а у вас есть своеобразная система, и это аукцион. Что же такое аукцион и насколько он эффективен? На аукционе мы выставляем лоты. Нам дарители дарят вещи, которые в хорошем состоянии или им вообще не сгодились. И выставляем лот, оцениваем начальную цену, и потом в какой-то пробежуток времени наши волшебники назначают цены, ставки делают. И вот, когда объявляем стоп, выигрывает самый большой. Я, кстати, посмотрела немножечко в соцсетях, очень интересно. Ведь многие люди предлагают вот именно выставить на лот совершенно такие милые вещи, которые, по сути, может сделать каждый. Там вязаные пинеточки, вязаные платьишки, какая-то там подделка, знаете, из бересты, да. То есть люди выставляют, вот люди в основном делают что-то своими руками, да. Насколько эффективно это? Приносит ли это большие, допустим, денежные средства? Конечно, это уже какой-то вклад в сумму, помаленечку, да, и собираем. Но у нас лоты в основном эти, которые рукодельницы сами делают. Рукодельницы. То есть люди делают ручную работу, она все равно ценится немножечко дороже, нежели другие, да, вещи. Но также вы сотрудничаете с организациями, и организации предоставляют достаточно такие серьезные. Да, с организацией тоже сотрудничаем. У нас бывают мероприятия разного рода. Вот, собираемся с мамочками или с этими, с моделями тоже у нас были. А самый крупный лот за вашу историю? Самый крупный лот – это поездка в Америку и там обучение. И он принес порядка скольких тысяч рублей? Там 160 тысяч. 160 тысяч рублей. И вы все деньги отправляете непосредственно на помощь детям? Сразу, который лот выкупают, сразу отправляют на счет ребенка. У нас вообще этого нету. Сразу больному ребенку отправляют и поступают. А к вечеру мамочки отчет делают по поступлению на сегодняшний день, например. То есть у вас все, отчетность строгая? Да. А расскажите, как можно добавиться к вам, вот допустим, у нас появятся желающие люди передать вам, возможно, творение ручной работы, возможно, предоставить какой-то лот для вас, чтобы помочь больным ребятишкам. Как можно вас найти? Мы в Инстаграме сидим, там в директе принимаем лоты. И там у нас есть указан номер волонтеров, которые тоже принимают лоты. А есть ли какие-то ограничения на лот? Или мы можем предоставить все, что душе захочется? Все, что душе захочется, все принимаем, но в хорошем состоянии, конечно. Да. Ну и для тех, кто, возможно, не может что-то предоставить на аукцион, возможно, просто зайдите на эту страничку и посмотрите. Может быть, да, вам понравится какая-либо вещь, и вы сможете ее приобрести, тем самым вот так вот косвенно сможете помочь больным ребятишкам. А вот у меня такой вопрос, Варвара. Все-таки помощь детям, она достаточно такая, знаете, ну это душесипательные истории, да, это очень эмоционально тяжело, наверное, да, помогать больным детям. Как вы с этим справляетесь? Ну, вот закрытие сбора, лечения детей уже как бы нас подвигает еще больше работать здорово. Видимо, уже как результаты, наоборот, еще хочется еще больше помочь. Ваша общественная организация «Соц. Дети Якутии» создана, ну, достаточно недавно, да? Вот скольким ребятишкам вы уже оказали помощь? Мы существуем около двух лет. В августе 2015 года начали сборы, и около 20 ребятишек. То есть 20 детей уже получили помощь именно от вашей организации? А как вы считаете, вот для вас добрый человек – это кто? Добрый человек, ну, хочет творить детям что-нибудь. Ну, не детям, а всем, которым нуждаются помочь. Наверное, так. Спасибо большое. Варвара очень скромный человек. Мне кажется, вот он, пример настоящего доброго человека. Я надеюсь, дорогие телезрители, кто-то из вас сегодня, возможно, взял пример вот с наших уважаемых гостей в нашей студии. И, надеюсь, вы обязательно сделаете одно доброе дело хотя бы сегодня. Ведь, чтобы поверить в добро, нужно начать его делать. На это время нашего эфира подходит к концу. Мы не прощаемся, увидимся с вами в это же время, в этом же месте. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!